В семье Сорока восьмилетней Кристины Арбакайте радостное событие. Ее младшая наследница Клавдия отмечает день рождения. Исполнительница хита «Свет твоей любви» и ее мать Алла Пугачева трогательно поздравили имениницу с праздником. Арбакайте поделилась радостными эмоциями. Сегодня ее дочери Клавде исполнилось восемь лет. Кристина опубликовала нежное фото подросшей девочки и рассказала о ней. «Мой нежный ангел с характером овна. С днем рождения, Клавочка!» написала певица на своей странице в соцсети. Арбакайте сопроводила снимок малышки хэштегом «Мои дети, моя радость». 70-летняя примадонна российской эстрады Алла Пугачева в числе первых поздравила внучку с именинами. «С днем рождения, капелька моя!» написала артистка и отметила свой комментарий эмодзи в виде поцелуя. «С днем рождения, Клавочка!» добавил телеведущий Максим Галкин. К звездным супругам присоединились прочие персоны шоу-бизнеса. «Кристина, с днем рождения, Клавдюша!» написала телеведущая Екатерина Стриженова. «Поздравляю, Клавусика! Надеюсь и верю, что у вас все хорошо!» отметил певец Игорь Николаев. «С днем рождения, Клавочка!» указал композитор Игорь Крутой. «С днем рождения!» «Клавочка, красавица! Будь счастлива! Поздравляем и вас, родители!» добавила жена дизайнера Валентина Юдашкина, Марина. Арбакайте показала, как проводит время с вынужденной самоизоляцией. Звездная мама с удовольствием разучивает песни со своей дочерью. Они вместе исполнили композицию «Маленький принц», лежа в кровати. «Птички временно неперелетные», пошутила Кристина. У певицы трое детей. Первенца Никиту она родила в отношениях с коллегой Владимиром Пресняковым. От бизнесмена Руслана Байсарова у Кристины есть сын Дэни. Дочь Клавдия появилась в браке с бизнесменом Михаилом Земцеовым. Клавдия с удовольствием общается с детьми своей знаменитой бабушки. Максим Галкин поделился нежным видео с маленькими Гаррией Лизой. Бажана Рынска стала матерью. Журналистка похвасталась новорожденной дочерью Женей. Светская львица показала удивительное сходство малышки с ее отцом, медиа-менеджером Игорем Малошенко.